Не ниже 18, такой по нормам Санпина должна быть температура в школьных кабинетах, но комнатные термометры на зимние холода реагируют незамедлительно. Директора школы утверждают, помощь периодически оказывается, иногда даже в таком объеме, на который не рассчитывали. Взять хотя бы замену окон в спортзале восьмой школы. Школа преобразилась в первую очередь внешне, но самое главное, вот в этих помещениях у нас стало намного теплее. Дети сейчас у нас бегают в одних футболочках и шортиках, а это самое главное, это радость от того, что детям комфортно. Установка пластиковых окон обошлась в несколько сотен тысяч рублей, но список школьных проблемных мест от этого не уменьшился. Каждая школа в зимнее время несчастлива по-своему, но старые деревянные рамы, пожалуй, общая беда большинства нефтекамских школ. Родители и учителя готовятся совместными усилиями встречать холода, и в 21 веке самым действенным оказывается старый дедовский способ. Заклеивать или замазывать щели в окнах, чтобы хоть как-то сократить потерю тепла. Но восьмой школу и это уже не спасает. Оконные рамы рассохлись, а в некоторых местах почти полностью сгнили. Мы стараемся, чтобы здесь тоже было в коридоре тепло. Все необходимые мероприятия, чтобы было теплее в школе, мы проводим. В девятой школе старым оконным рамам, которые остались в коридорах, тоже дается очередной шанс. Эта школа в городе, так сказать, на особом положении. Незащищенная высотными зданиями, она вынуждена принимать на себя удар стихий. Пластиковые окна, как панацея, помогли и здесь. Если ветра нет, даже морозы, очень сильные морозы, у нас в школе, в учебных классах температура нормальная, 18 градусов и выше. Во всех учебных классных комнатах заменены окна на пластиковые, и в классных комнатах намного теплее, нежели в коридорах. Подача тепла, которая должна быть, она соответствует норме. Мы тепло получаем от ПТУ-91. Тем временем зима в самом разгаре и самые главные крещенские морозы еще впереди. В настоящее время у нас есть, конечно, небольшие проблемы в образовательном учреждении, когда у нас происходит изменение теплового режима, воздушного режима наружу. То есть наружный воздух у нас и низкая температура, или очень сильный ветер. Очень остро проблемы состоят сейчас в третьей школе, которую мы планируем в этом году включить капитальный ремонт. Есть у нас, конечно, небольшие проблемы в 11 школе, это пристрои. В данном направлении мы работу ведем. Как видно, школы по-прежнему нуждаются в помощи. Но, несмотря на это, большинство руководителей замалчивают проблемы в веренных им учебных заведений. В результате ситуация с температурным режимом в школах города складывается вполне благоприятная. Впрочем, это личное дело каждого руководителя – говорить о трудностях школы и добиваться их решения, или кутаясь в шаль, считать дни до начала весны. Елена Воробьева, Азат Давлетшин, Время новостей.